Здравствуйте, дорогие друзья! Мы смотрим четвертый выпуск передачи «Хитрые люди Нижнего Новгорода». К нам приходят предприниматели, которые участвовали в образовательном проекте «Прорыв» у Петра Кудасова. Это обязательно, иначе мы просто не пустим нашу передачу. Дело не в этом. На самом деле нам интересны предприниматели, молодые, новое поколение. Я вообще в шоке от нового поколения. И сегодня у нас в гостях Вадим Серебряков «Стандарт Тепла». Компания «Стандарт Тепла». Это отопительные системы. Да, комплексный монтаж инженерной системы заведенных домов. Канализация. И канализация, и отопление, и электричество, и даже бассейн. И у меня сразу же обычный вопрос о «почемучке», который все время… А как тебя занесло-то в этот прорыв? Я вот не понимаю, как это отопление? Ну ладно, там парфюмерия, или там IT, стартап, или там, не знаю, юридические услуги. Это я могу понять. Они типа там идут, а ну типа вот. А как тебя-то туда занесло? Ну, на самом деле все очень просто. Я с другом, куда сам знаком, лет 10, если не больше, учились в одной инвузе, в двух разных факультетах, на день года выпуска. То есть и постоянно я был в блогах каких-то молодежных движениях, от Киева. Вот так получается, что все между друг другом были знакомы, еще тогда. А когда он в полтора года назад решил провести тройный прорыв, я был там в 2-м потоке. Так он был просто незнакомств. Ну, за деньги? Да, конечно. Ну да, ну это важно, на самом деле, потому что это важный момент, там это все же не 3 тысячи рублей стоит. Да, это стоило 10 тысяч рублей, по-другому назад. Сейчас там дороже стоит. Сейчас что-то там... 15, наверное, да? По 20, наверное, даже я слышал. С другой стороны, у меня сколько это стоит, если это покупать? А это окупилось? Да, ну у меня это окупилось, раз это 20-30 тысяч рублей. Да ладно, заливаешь. Нет. Ну, и что мне заливать, если у меня даже в моей теме потопление, инстаграм тоже работает. Вот это вообще просто уникальная вещь, об этом расскажи, пожалуйста, потому что это очередная вещь, которая у меня лично не укладывается в голове. Я думаю, многих людей сложно в это поверить. Так, во-первых, мы смотрим программу «Хитрые люди». И у нас в гостях хитрый человек Вадим Серебряков, стандарт тепла. И сейчас он нам расскажет. Оказывается, можно продавать, можно находить заказчика на систему отопления, на канализацию, на теплые полы из... Из инстаграма. Из инстаграма! Это вот, это просто, это шок на самом деле, культурный и здоровый шок. Я в это не верю. Это что, правда? Это правда. Причем даже не только по Нижегородской области, а по России. Ну, наверное, там все приложило очень мощное усилие, да? Ну, в смысле изучение всего. Нет, я инстаграм вообще больше ничего не знаю. И самое интересное, то есть, я думаю, что наш зритель ее увидит и может будет это вставить. Да? Может быть вставить. Конечно. Трежется видео. Да, да, да. Да. То есть, может быть показать. То есть, вот мой инстаграм, на самом деле. То есть, я даю качественный контент, опять же. Тематический или нет? Или развлекательный? Тематический. Только тематический контент, только связанный с инженеризмом, и прочее. Причем не просто типа мобилации, а еще даю образовательный контент. Такой вот, да, и какие-то нюансы рассказывают. То есть, я не знаю, что это все идет. Я ни разу не накручиваю себя. Никакими там, да, искусствами. Никакими масс-лайкингами, масс-халлойнгами и так далее. То есть, сейчас, за полтора года ведения инстаграма, у меня почти 5000 подписчиков. 4995 подписчиков. То есть, я думаю, если бы мы завтра снимаем это видео, у меня было бы уже 5000 подписчиков. То есть, здесь все есть. Постоянно, то есть, идет рост, да? Да, постоянно рост идет. Самое интересное, что вот, пожалуйста, мы едем на выставке обязательно. Делитесь опытом, делитесь всякими хитростями, всякими нюансами. Да, да, да. Я даже сотрудник своих в этом на выставке, да? Причем, самое интересное, едем на выставке не только, например, в России. В прошлом году были в Финляндии на выставке, в малоэтажном строительстве и инженерии. Очень, кстати, интересный опыт, зарубежный есть. То есть, вот. То есть, вот, это Финляндия, да? То есть, качественный аккаунт по теплу, по инженерии, частных домов, строений, домов там или квартир. Да, у меня заказы, в основном, идут по Нижнему Новгороду, конечно же. Ну, а так получилось, что... А вы больше в квартирах или в коттеджах? У меня квартиры не рассматривают. А, ну, значит, я просто, да, понятно. В коттеджах производство такие вот интересные вещи. А самое интересное, что если мы посмотрим, то не только сейчас растение вставок, не только Нижнемурода вставок, а интересоваться мной. Ну, и, непосредственно, и, например, Москва. То есть, мы сейчас едем в Москву работать через месяц, да, или на интересные объекты. У меня сейчас идут проектирование. Может, у нас проект наделается? Через Инстаграм на меня вышли, чтобы мы спроектировали. Через Инстаграм вышли, чтобы спроектировали? Тепловую как? Да, тепловую. То есть, у нас есть сейчас заговор на Сталлэппо, мы сейчас делаем, заканчиваем его. Это домик диспетера, который мы проектируем. Есть запросы на проектирование, в том числе и крем. Вот просто предубеждение у людей, что там, значит, какие-то вертихвостки только в этом Инстаграме, какие-то там модели, да, или там какие-то там еда, там, или еще что-то. Я же говорил, что мы даем качество, понимаешь, и мы всегда так. Там есть куча моих ссылок, там есть фото моих садов, там есть фото моих объектов, там есть фото моих садов, как они работают, да. То есть, опять же, люди, когда видят, что это реально живые люди, они девочка-маркетолога, которая сидит и масс-лайкает, масс-лайкает. Какое-нибудь там, да, рекламное агентство, да, или там SMM-щик какой-нибудь, да. Да, SMM-щики-то вообще ругательное слово. Да просят меня SMM-щики и прочие директологи, интернет-маркетологи. Ну, у меня вот такой вопрос, вот, не, я-то вот лично, я, лично я, я вырыл три канализации, ну, в частных домах, такие, как бы, простенькие, лично, самолично, там, ПФХ, вот. А ты вот, вот, как вообще пришел к этому тепловому всему? История, на самом деле, очень интересная. Какое у тебя образование? А у меня два образования, первое образование, это радиофизический факультет Лобачевского. Вот это вот, я вот, я просто, я впадаю, прям сразу же впадаю в, не знаю, в припадки, потому что это новое поколение предпринимателей. У нас это, и у всех по два высших образования. А второй как? Строительный. А второе, профиль, фактически. Ну, это всегда профиль на промышленно-гражданское строительство, но такое получилось, что, благодаря с инженерией, это всегда было интересно. Ну, значит, ты перешагнул через рытье канализации, как бы, или ты хоть одну вырвала к себе лично? Знаешь, а вот эти, Польца эти. Какой смазательство, да. Знаешь, самое интересное, Польца это просто, как я, в прошлом веке сейчас, я, встанно, азиатский, а у меня история довольно интересная, то есть, у меня так получилось, что после УЗа, я пошел работать в Ростеханзор, в отделах, в несознанном отделе энергоэффективности, такое тоже ругательное слово, энергоэффективность, которое, оказывается, в России, что никому не нужно, пока в России есть газ. Два года я там позанимался, поработал, потом ушел с партнером, мы сделали свою компанию, то есть, ушел на позицию главного инженера, мы, как вы, в прошлом году, то есть, там два года работали, то есть, тем самым занимались мы, то точку и точку отходили в страну, потому что федеральный закон в 21-м году не надо перережать, но тогда заканчиваться. И вариант был, чем заниматься дальше, и я говорю, давайте заниматься инженерией. Вот, иначе, в принципе, у нас, когда я получил второе высшее образование, и так получилось, что потом ушел работать на себя. Вот, тогда в той фирме было все грустно и плохо, все надо было кормить, только что женился, вот, ипотека, и пришлось пойти работать в инженерии, в инженерии, в самом деле. Причем, самое интересное, что первый объект я делал специально вот этими руками. А это важный, это достойно уважение? Это очень важно. И сейчас подлезно. Прописняем почему. Потому что мы находимся не только что там, но и ключок, который такой классный, а мы видим проблемы изнутри, снизу. Какие есть нюансы, какие, на что надо обращать внимание, даже предперечный расчет, даже предпроектирование. То есть, у меня доходило до того, что финализацию лично я не делал, но я руководил уже тогда. Потом я начал играть людей, потихонечку, потихонечку пошел. Четвертый, пятый год уже занимаемся этим. Вот. Доросли у нас своя фирма. Уже свой проектный отдел. Монтажный отдел. Отдел продаж создается сейчас. То есть, мы растем. Причем, я вижу, куда и как. Самое интересное, почему мы уважаем проходящий путь, начиная с самых низов, то есть, начиная, скажем так, вылезав из колодца. То, что сейчас мы проектируем проекты, не как стандартные проектировщики. Вот черточка, вот палочка, и вот теперь труба такая-то. Он доходит до того, что мы расписываем каждый узел, чтобы он был понятен непосредственно на стройплощадке. Чтобы любой человек, любой даже монтажник, не наш, если мы на стройном деле, открыл проект. Это вообще, это очень важно. И он не мог сделать по-другому, потому что каждая муфта со всеми размерами вывернута, она идет сюда. А самое, кстати, самое такое обидное для нашего дела, то, что у нас, по сожалению, вообще отсутствует нормативная база. Для малоэтажной инженерии ее нет, потому что все СНИПы, СП, Тулы и так далее, они для большой промышленной стройки. Вот, а малоэтажка, она не задокументирована, и приходится очень много прилопачивать документации от производителей, и там все расписано. Ну, причем, у каждого есть нюансы, причем, например, такие нюансы заходят, что для каких-то котов надо ставить. О том, что техническое регламент, как бы, проведение, и вообще, как бы, отсутствует, это вообще просто смешно. Это просто смешно, потому что, если ты начнешь делать, даже в частном доме в США, любое, вообще, как бы, строительство, тем более, то там эти все технические регламенты существуют, и ты, если ты их нарушишь, даже если это какое угодно частное строение, ты обязан их соблюсти иначе, потому что это может привести к жертвам. Я могу, например, привести, даже не про Америку, она далеко, у меня большой опыт общения о себе, потому что в Финляндии работаю, и я сам в Финляндии, да, они ближе к нам, и там тоже самое, пока у тебя нету там десятка допусков, ты умеешь права ничего делать. Как специалист, естественно, геолитетент, я даже как участник в своем доме не может накателку, я должен делать специалистами. По тому, что да, потому что это все жилища, это все люди, это все. Ты безопасна в жизни? Да, да, да. Но, смотря на нашу российскую стройку внутри, особенно, на Батаре… Кто там это может делать? Вася какой-то, пришел какой-то Вася, и он говорит, я и все и приделал, и ушел. Опять же, я не хвалюсь, не хвалюсь, но я своих сотрудников управляю постоянно на обучение, то есть у меня все монтажники, даже обвешенные сертификаты на прохождении обучения от пособщиков, от производителей, что у них есть, они могут ставить, монтировать и обученные правила. Потому что в итоге, в итоге будет то, что вода будет, значит, с глиной идти у тебя из скважины, условно говоря, там масса, и тебе это обойдется, и эта глина попадет тебе в котел, там еще что-нибудь, даже если ты будешь это… Ну, там вещей, переливающихся канализаций, когда там, да, и прочие вещи, если там делали по старинке, там или как-нибудь по старинке… Ну, по старинке, в целом, конечно, это вещь тоже работает, но на нашем опыте, наверное, штук 20 среди устроенных мы хотели, когда люди просто не понимают, что вы делали. Вот, там приходилось переделывать, когда… Ну, любая переделка – это всегда… Дороже, чем она, да. Да. Вот, в стройке, особенно в инженерии, очень работают правила. Краилова идет, попадала. Оно обывательское, но это, на самом деле, так. Что еще, Виктор? Я могу только рассказывать про стройку, да? Нет, нет, нет. А мне это вообще очень близко, там, и, как бы, не знаю, я там, и там, вот в Шаве, допустим, катеджи строились, или еще там каких-то местах… Это электроэнергофитивная? Ну, там вот есть разные нюансы, знаешь, там бывает иногда, люди не задумываются о том, куда поставить эту котельную, и оказывается, что она находится в самом центре дома, и она там, этот щелчок, этот черт… БАРМ! Когда она включается… Выключается. Люди не думают о том, что ее, ну, не задумывались они, когда ее строили, и… Да. И она вдруг… Это очень грубый пример, когда вот электрический котел включается, там они включаются, да. В доме за миллион долларов котел находится в самом центре дома, то есть, ну, он мог находиться там где-то, да? Да, именно так. Вот. А еще это такой прям типовой щелчок. А еще бывают насосики шелестят. Хотя, если, например, в дневное время, при естественном фоне, шуме, да, ты его не слышишь. И от ночи засыпаешь, конечно, да, ты его начинаешь слушать. Ага. Поэтому тоже надо… Такие вещи особенно же нет. Продумать еще до постройки дома, на этапе проектирования. Ну, и, конечно, да… Если мы посмотрим на нашу статистику, на этапе проектирования дома и до строительства обращается только один из десяти. Нет, в чем случае? Да, да, да. А 80% обращаются уже. Мы построили, а как нам переблить? А как нам идти? И там… Ну, это… Заседает компромисс. Заседает компромисс. Да, естественно. Потому что, если в самом начале заложено, да, соответственно, потом будет это, во-первых, дороже. Ну, просто отдать им все продукты. Да. И намного затратнее в плане… Даже не затраты. Затраты – это, понятно, это стройка. Вы будете смотреть, у нас же аналог. И сроки тоже. Вот. А тут важно еще потом удобство эксплуатации. Потому что почти любую котельную мы можем открыть так, что она будет управляться с телефона. О-о-о. Ну, и вот опять же… Да. Примеры. Можешь сейчас примеры показать. Вот, например, у меня есть несколько котельных перед глазами. А, в которых ты видишь работу котельных в реальном времени, да? Да, если все случилось, у нас сразу же там идет звонок клиенту, вот, на телефон, либо смс-ки, либо что-то. То есть, я вот вижу… У меня сейчас находится… В данном доме находится у нас с высами. То есть, мы… Не постоянно что-то делаем, а в данный момент идет строительство. И с заказчиком было принято решение о том, что у нас тепло в доме выглядит синусоидно. Днем ставим плюс 20, ночью ставим плюс 12. Вот. И если мы посмотрим на график работы, да, котельный, ну, вчера в периоде, то вот мы видим, да, пожалуйста, синусоид. Посмотрим. Это какой-то вообще фантастический умный дом, да? Умное отопление. Ты видишь, какая у тебя температура со смартфона. Ладно, это умное отопление, ладно. Это безопасность, в первую очередь. Само вот эта автоматизация, она стоит копейки, реальная копейка, это 8000-240 рублей. Это устройство строим, и на север, который его можно повесить. Ну, и монтажная работа тоже требуется. Вот. И настройка его. Но в случае выхода из строя… На вещи, да. Вот у нас есть были примеры, причем их много было. Например, отключается электроэнергия в катажной посолке. Это очень часто бывает. На северном доме, то есть посолка только начинает расти. Дом замораживается. Дом замораживается. Ладно, если через час не впустится. А бывало такое, например, северный мороз, когда будет расти, так нормально. Ну, а потом еще вот люди, у которых эти дома, извините, я перебил, у которых, скажем, уровень людей, у них много домов, как правило. Да. У них всегда очень много домов, которые строят. Они живут, они могут и не жить, на самом деле. Это очень важный момент, когда ты можешь удаленно. Или они много путешествуют, безусловно, если они могут себе позволить, условно говоря, дом там за полмиллиона долларов. Соответственно, они не сидят, как старухи там у окна. Они все время в движении находятся. И от того, как будет работать вся система в нашем климате, это очень важно. Да. Потому что, опять-таки, мебель, опять же, дом, ремонт и что-нибудь там, да. На мой взгляд, мебель и ремонт – это хорошо. Да. Когда котел может взорваться до 150 тысяч рублей. Угу. Вот это отличается. Причем, реально, кейс не наш. У нас, когда начали, мы смотрели, то есть, что котел до 150 тысяч стоил. Мы смотрели на немец. Прошлый год было скачано напряжение, а отключился автомат на столбе. Все, а то, что практически не получается. Климат был, как раз, отдыхал, новогодний праздник, и ездил. Потом, стройка славы в верхнем доме. Соезжает, прошел новогодний праздник, это все. Чугунные блоки лопнули. Тут, либо котел выкидываете, замените на налог. Либо его ремонтируете. Очень интересно про прорыв. Давай вот про прорыв. Да, да. Вернемся к прорыву. К нашим баранам. Там же не много железных бизнесов. Железный стартап. Много маркетологов. Да, там много маркетологов каких-нибудь. Там услуги какие-нибудь. Программное обеспечение. То, чем нельзя потрогать, на самом деле. Ну вот, как там вписался вообще. Я же был лучшим выпускником второго потока прорыва. А, да. Кого же ты обошел? Подожди. Кого же ты недообошел случайно? Да, его обошел. Да, да. А этот, это вообще. На него вообще молятся. Может так сказать. А потом у вас и в пятом потоке интеграция. В пятом я не помню. И он стал лучше. Тоже его обошел. Да? Ну, он непререкаемым авторитетом пользуется. Да, да. Мы очень хорошо дружим. То есть, можно сказать, всеми. Я вообще просто после того, как познакомился с участниками прорыва, я вообще в шоке. Потому что это совершенно новое поколение. Молодое, энергичное. Вот все сверх образованные ребята. Вот. По поводу у нас. Вы смотрите, хитрые люди, нижний морг. Вот хитрость, она нужна вообще предпринимателю? Вот как ты считаешь? Хитрость? Вот она тебе где-то вот, она нужна тебе была, вот чтобы вот создать вот стандарт тепла? Нет. Только знание? По большому счету нет. Знание? Нет. Знание – это хорошо. Главное дело. Одно дело, что ты постоянно учишься. Другое дело, что ты учишься. Прямое знание. Учишься дальше. Прямое знание. Вот. Тут есть вариант. Есть несколько подходов. Вы уже всякие разные учебные, правда, об этом говорят. Есть подход. Думай, делай, думай. Сначала подумай. Потом сделай. Потом еще раз подумай. Есть второе. Мне больше нравится. Сначала сделай. Потом подумай, что ты сделал. И справив ошибки, опять сделай. То есть КПТО получается выше. Есть третий вариант. Мы тоже его увидим. Причем очень часто. Думай, думай, думай. А что делать? Хороший вопрос. А где-то него нету. Потому что есть люди, которые постоянно учатся и ничего не делают. Есть такие люди. Да. Их очень много. Да. Которые постоянно учатся. Вот. Ну, я тебе не верю в том плане, что это хитрый человек в том плане, что только суперхитрый человек мог до такого вообще додуматься, да, чтобы сделать аккаунт в Инстаграме тематический, качественный, нужный, в Инстаграме Нива, Вконтакте, там, в Одноклассниках, там или как-то. В Инстаграме, где считается, что там одни дуры, значит, девки сидят, одни красотки. Или там, не знаю, как эрфюмерия торгует. Я хочу сказать, что здесь не хитрость. Здесь в Вконтакте надо думать, а наставляем и думать. Ну, да. Это тебе кажется просто. Понятно. Когда приехал на объект, познавшись у него мальчики нафоткал по красивым лакурсам, обратно едешь, остается ты в пробке, делать нечего, быстренько, ага, красивая фотография, подписал, 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 ту-ту-ту-ту-ту, то есть поставил и поехал дальше. Я думаю, я думаю, люди, которые, которые, увидят, услышат, послушают твою вот эту историю, они, я думаю, строители ломанутся, на самом деле, может быть, нет. Если хорошо ставить, то тем более лучше. Потому что, я думаю, что там и нет, на самом деле, никаких нормальных аккаунтов строительных, нижегородских. По инженерии, как минимум, есть еще два аккаунта. Мы с ними особо нехорошо дружим, мы общаемся. Это открытие просто для меня. Да, то есть мы спокойно общаемся с ребятами. Хороших строителей, они тоже есть. Обычно на Instagram, если в постройке идут те, то они не стоит показать свою работу. Потому что мы можем, опять же, показать красивую картинку, то есть вот такой, как и здесь, отремонтированной эмоции, это да. Но самое важное, оказывается, так называемая кишочка. Залакированную, да, она не работает. Если посмотреть, например, на коннектор мостов, там начинаются такие вот холивары, по поводу того, что так нельзя, так нельзя. Да, умники приходят, наверное, какие-то говорят. Ну, опять же, иногда бывает так, что действительно там говорят и все, а есть реально хорошие вещи говорят, на которые ты смотришь и справляешь. Потому что учиться можно бесконечно. Самое главное – признать свои ошибки, которые тоже бывают. Очень удивительно слышать это от успешного предпринимателя, потому что обычно сразу же корона на голове появляется, он никого не хочет, не слушает, ничего не знает. Даже шибач. Да. А как тебе удалось-то там этот обойти вообще в прорыве? Как вообще это, что там сделать такое? У любых таких, скажем так, учебных программ, не надо хитрить, надо делать. Ты прочитал? Что написано? То есть, просто делай. Просто делай. Блин, надо записывать за тобой, очень полезные вещи говоришь. Я к тому, что когда тот человек сделает, когда тот дедушка сделает, он может быть разный, может быть хороший, средний, там, нормальный, может быть. Он тебе ничего не оставляет. Вот этот момент меня убивает просто. Он уходит, допустим, и потом через какое-то время что-то возникает. А куда они идут, где они идут, коммуникации, к чему-то не заворачивают и начинают долбить стены, искать. Да? Да. Я тебе скажу. Мы тоже такие были. Мы тоже такие были в самом начале своей деятельности. Пришли и сделали. Блин, ну вот у нас хитрые люди нижнего опыта. Они какой-то честные, короче. А сейчас мы всем заказчикам даем обязательно исполнительную документацию. Чтобы после себя сделали запустительное прославление. Все работает. А потом если он потеряет, он может раз, а у вас он пишет. А потом дали комплект чертежей или комплект исполнительной документации, где отмечены прохождение стен, всех труб и всего-всего. Я не видел ни у кого такого. Ни у кого даже в очень дорогих домах нету. Провели, забетонировали там. И никто не знает, куда они идут-то. Это коснется, если. Тогда люди начинают понимать, что они где-то неправильно сэкономили. Знаешь, по-честному, по-честному, не по-хитному. Хотя это противоречит экономной передаче. Ты стараешься, ага, засчитал все. Хорошая комплектация, хорошая система, да, прикинь. Понимаешь, что ты там вверху проектировщика, вверху наполняю на деньги, да, чтобы рассчитать все. Вот, то есть идея проказутируется, да, с поставщиками проказутируется, с технической службой, да, чтобы сделать какую-нибудь автоматизацию особую. Вот, отправляешь предложение. Потом говорят, извините, дорого. Потом выясняется, что пришелся техничес. Авито.ру, сделал это, разрешил. Когда ты не понимаешь, как такое можно сделать, разрешил. Но, правда, люди потом до этого доходят. Почему и как. Потому что, к сожалению, малое количество людей и заказчиков нужен тот же самый сервис. Нужен подход такой, скажем так, индивидуальный, да. А может быть и не агрессивная какая-то, допустим, проблема, а может быть наша какая-то проблема. А вот такая вот проблема, что на втором этаже из душа, из слива пахнет дерьмом. Вот и все, понимаешь, вот когда, и все, вот, а все работает, а дерьмом пахнет. И ничего ты там не сделаешь, потому что там два метра бетона, что ты там сделаешь, а вот и пахнет. И мы теперь там не понимаемся. И такое вот очень часто бывает, такие вот нюансы, когда и хороший дедушка попался, этот хороший туркмен или русский человек, не имеет значения. А в душе пахнет дерьмом. Я был в таком доме в Шаре, я тебе могу показать там такой дом. Я не могу сдержать. Вот, блин, мне надо твой инстаграм просто показывать на курсах SMM или на... Такие вы показываете. Да. Я вот думаю, да. Петр Кудасов, который... В прорыве, да, показывает. Он не в прорыве показывает, он показывает в бизнес-прорыве. А, а. Бизнес-прорыв для предпринимателей, именно чисто по бизнесу, чтобы прокачаться. Не по всем остальным, а с верным в жизни. Вот. И он прям показывает именно инстаграм, устраивание партнерства с моей семьей, прямо на примере меня. Да. Да, 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 это преподаватель... То же самое, просто вот эта бизнес-молодость, которая тоже проходила, причем успешно. Вот. А. Тоже мне в пример ставило, я его хотел и рассказал, как инстаграм. Я вообще не позавидую никаким пожилым предпринимателям, потому что, ну, воевал на предпринимателей, это какие-то сверх образованные ребята и совершенно просто... Я не знаю, как с вами тягаться-то будут мастодонты. Это очень методом. Не надо, не надо там тягаться, не надо подругаться, надо дружить. А где я смогу поговорить с тобой, где, в каком месте? А если ты не пьешь, допустим, мы с тобой познакомимся... Что значит, что пьешь? Ну, ладно. Если пьешь, хорошо, да. Я не знаю, сколько молодого. Ну, вот с моей, допустим, да. Где я могу пообщаться, например, с тобой и как я с тобой могу познакомиться, если не на прорыве. То есть, ну, допустим, в каком-то там баре там сидим, допустим, и познакомился, и такой, о, ты бизнесмен, да расскажи мне про бизнес. Ну, это же несерьезно. Или там, ну, то есть, нереально, на самом деле, да? Смотри, если мы говорим, допустируем, типа, в Гуаре или на улице, да. Ну, или там, мы, друзья, там, одноклассники, это одно. Ну, нет. Смотри, понимаешь, опять же, надо быть ответным к людям, а тут не к миру. Есть пример, ну, пример, когда человек познакомился с товарищем моим, покатался на конных ложах, познакомился с человеком, просто он расколен, да, в Хабарске. Вот, потом пошли, там, чай попили в кафешку, сидели просто, пообщались. Потом выяснили, кто с чем занимался, там, одни занимались, там, условно. Я не буду говорить, чем. Спокойно, девочка тримала, тримала. Вот, и начали общаться. Ну, это, скорее, как бы, исключение. Ну, такое бывает часто, но, я имею в виду, в крупной системе, как бы, находясь в порыве, как бы, ты, ты уже априори, там, оказываешься в потоке, там, пятьдесят или сто человек, и ты, там, с разноплановыми людьми можешь просто… Ты им рассказываешь, они тебе рассказывают. Смотри, люди все, ну, взаимно обмениваются опытом и решают вместе задачи, там, в игровой, там, или в какой-то, в образовательной, там, в любой, там, форме, как там все это организовано у Петра. И вот, и запрос у общества на подобного рода клубы оказался просто, ну, феноменальным, на самом деле. Потому что, говорю, опять же, все живы в одиночестве находятся. Ну, каждый идет своим пупьем, ну, обо… Да, не некогда пить, знакомиться, некогда бывает. Я больше скажу, если мы можем рассмотреть порыв, рассмотрим, давай рассмотреть по людям, по знакомым, по друзьям. У нас есть, я считаю, там, три группы друзей. Первый – это, там, с детства с вами школа. Это те люди, которые вы просто, грубо говоря, по географическому признаку, да. То есть, вы уходите в одну школу, вы в одном возрастном веке, вы общаетесь. К сожалению, к сожалению, и, как показывает практика, путей расходятся после школы. В течение, там, года тоже. Редко, получается, даже, общаться там с одним, другим, 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 друзьям, да, которые в того времени, потому что просто, как раз расходятся. Дальше. Следующая группа людей, как я считаю, это люди с ученых, в высшем учебном заведении. Особенно, если мы говорим про обочную систему учебников. Да, вы находитесь там, в курите, у вас есть общий интерес. Но вы отучились, и, опять же, ну, друзей остается довольно побольше, конечно же, но, опять же, так получается, что потом семья, дети, ипотеки и прочие такие вот вещи. И, опять же, статистика, ну, не статистика, что 30-ти года вы, опять же, находитесь в мигом кругу. Обычно там есть жена. В изоляции практически, да. И работа. И все. Да. Или бизнес. А еще хуже бизнес. Потому что ты сидишь один, а вокруг тебя люди, которые не понимают твои проблемы со смертью, они тяжело в ваших семьях. И я считаю, что на такой какой проект прорыва, если с новой золотой запасы на сутки. Ну, я про руку сейчас говорю, это то место, где можно найти тех людей схожими с твоими проблемами, интересами, уже в возрасте 25-30 плюс. А я хочу сказать, что так получилось, есть такое понятие уже старички прорыва, тех, которые проходили раньше и остались… Старички, я даже это… Я сейчас скажу про старичков. И остались, скажем так, в тусовке до сих пор, внутри уже общаются, есть совместные проекты, есть совместные успешные проекты, есть совместные движения. Вот, общение. Уже с семьями общение есть. И так получается, что среди старичков есть несколько людей там, ну, 40 плюс. Да, вот так вот, если мы прикалываем так, ребята, когда встречаются, общаетесь по поводу пенсионной системы и докторов уже. Я напоминаю послевоенное время. Да, да, да. В Первую мировую, да. Очень позже, в Первой Великой Отечественной. Вот. И все равно это как раз-таки место, где можно найти, ну, скажем так, в родственную душу. Вот. И было очень интересно, и я-то вообще просто в шоке, а Инстаграм это вообще надо вставить вообще во все учебники, это вообще просто, и мы очень много полезных вещей обсудили, мне кажется, и интересно людям будет и подписаться на тебя обязательно. И вообще, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. В эфире была программа «Хитрые люди Нижнего Новгорода» на сети Fox, короче. YouTube-канал. Смотрите и задавайте вопросы, подписывайтесь обязательно на Инстаграм. Я дам себе обязательно ссылки, я всегда готов к открытию. Какому открытию? Я всегда готов к общению, пишите. Я со всеми пообщаюсь. Все отлично, все вопросы. Спасибо. 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 Продолжение следует...